В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Прав ли всегда пешеход? В интернете появились шокирующие кадры аварии. ЧП на Московском. Строительный кран рухнул на пешеходную зону. Рязань будет на нуле. Или какую погоду ожидать выходные? На Московском шоссе в Рязани в пятницу утром рухнул строительный кран. ЧП произошло на стройплощадке на улице Новаторов. К счастью, ни рабочие, ни пешеходы не пострадали. По словам первых, технику начали демонтировать, поэтому крановщика в кабине тоже не было. Кран упал из-за сломанной опоры. В пресс-службе МЧС по региону отметили, что помощь специалистов, прибывших на место, не понадобилась. Повезло и прохожим, которых в утренние часы здесь всегда много. Народу немного было. Народу нет. Вот две бабушки шли, мужчина, и еще там подальше шел. Еще один мужчина, но только чуть подальше. И в общем никто, слава Богу, вот так вот Господь, как в рубашке они родились. В интернете появилось шокирующее видео аварии, в которой сбили перебегающую дорогу пенсионерку. ДТП произошло в среду утром. Видно, как женщина пересекает площадь Ленина вне пешеходного перехода. Автомобиль в средней полосе успевает остановиться, но водитель, который двигается в крайней левой, не видит пешехода и сбивает на большой скорости. Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу. Завершено расследование громкого и жестокого убийства. В апреле этого года рязанцев потрясла история о том, как мужчина убил свою бывшую жену и трех ее малолетних детей. Мужчину на момент совершения преступления признали невменяемым. Вечером 2 апреля в квартире одного из домов в поселке Искра Рязанского района было обнаружено тело женщины 83 года рождения, а также тела ее трех сыновей 2003, 2005 и 2013 годов рождения. Все погибшие имели на теле множественные колотые резаные раны. Следствием установлено, что после расторжения брака мужчина 1986 года рождения проживал в семье вместе с бывшей женой, тремя малолетними детьми, один из которых у них был общий. Между бывшими супругами возникали ссоры на почве злоупотребления мужчины алкогольными напитками, а также из-за его ревности. После очередной такой ссоры вечером 2 апреля 2017 года мужчина, находясь в квартире, ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство более двух лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью». Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Обстоятельства содеянного и личность человека, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, послужили основанием для проведения ему психолого-психиатрической экспертизы. Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и запрещенное уголовным законом деяние он совершил в состоянии невменяемости. В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора области постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к лицу, совершившему запрещенное уголовным законом деяние, принудительной меры медицинского характера. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани презентовали марку с изображением памятника Евпатия Калаврата. Торжественное гашение марки состоялось во дворце Олега, продолжит Ирина Ковалева. В пятницу 8 декабря в Рязанском Кремле прошло не совсем обычное для музея мероприятие, а именно спецгашение марки с изображением рязанского памятника Евпатию Калаврату. Марка, а также конверт первого дня были выпущены в честь памятной даты, которая касается всех жителей страны, но рязанцев особенно. В этом году отмечается 780 лет с той даты, с тех времен, когда татар-монголы напали на нашу Рязань, на Русь. И мы первые были в числе, кто стал оборонять наши границы. И мужество наших людей, героизм, сила и смелость. И наш легендарный герой Калаврат, вот они все поразили настолько захватчиков, что, казалось бы, даже они оценили, насколько мы внутренне сильны. Ну что, вот несколько минут остается до того важного момента, когда мы погасим эту марку. Поэтому я всех рязанцев поздравляю с этой очень уникальной и ценной датой. Процедуру спецгашения провели лично министр экономического развития региона Светлана Горячкина и директор Рязанского филиала Почты России Петр Качан. Спецгашение уникальное тем, что оно происходит только в один день. И штемпель спецгашения только на один день. И тем он уникален для филателистов, соответственно, и филокартистов. Для начала было погашено всего шесть марок, ну а после завершения торжественного мероприятия гости могли приобрести как саму марку, так и конверт первого дня. Причем не только приобрести, но и тут же отправить ценное послание адресату. Среди гостей присутствовали сотрудники музея и рязанского филиала Почты России, автор памятника Евпатию Калаврату Олег Седов, а также филателисты Рязани, для которых выход почтовой марки с изображением земляка – событие особое. Поскольку это очень значимое для Рязани событие, потому что не так часто на знаке почтового оплаты появляется изображение Рязани, то поэтому, в общем-то, у нас тут несколько представителей филателистов, и мы захотели участвовать в этом мероприятии. Всего было выпущено порядка пяти тысяч марок с изображением Евпатия Калаврата. Около тысячи отводятся на рязанский филиал Почты России. В обращении марка стоимостью 35 рублей поступит в субботу, 9 декабря. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В МЧС предупреждают. Лед в Рязанской области только окреп, но даже в большинстве закрытых водоемов, особенно у берега, еще недостаточно прочен и не способен выдержать человека. В четверг в Сасове произошла трагедия. История, которая ничем не отличается от других подобных. 34-летний мужчина пошел на зимнюю рыбалку, провалился под лед и утонул. Это уже второй случай в области с начала зимы. И статистика на днях могла бы пополниться, но рыбака успели вытащить из воды. О счастливом спасении расскажет Валерий Седов. 7 декабря температура на улице не опускается ниже минус 10. Погода для рыбалки не самая подходящая. Но это не остановило двух старых друзей, рыбаков со стажем, от поездки в село Заокское. Недалеко от берега улов был совсем небольшой. Плотва меньше ладони. И рыбаки решили поменять место. Я пробурил несколько луночек, смотрю, мой друг, он немножко отдалился от меня. И после вот этого отдаления получилось так, что он начал бурить лунку и его просто не стало. В какие-то считанные секунды я понял, что человек просто провалился. Не было ни треска льда, ни плеска воды. Человек провалился под лед совершенно беззвучно. Василий понимал, что на спасение друга у него считанные минуты. Вот только веревка осталась лежать в ящике на берегу. Я за считанные секунды прыгнул в несколько шагов к нему, лег брюхом на лед и потихонечку начал вытаскивать своего друга. Раньше Василий работал в МЧС, так что действовал он четко и грамотно. Может, поэтому история спасения закончилась благополучно. Вот только неизвестно, сколько подобных случаев еженедельно происходит на замерзших водоемах города и области. Сейчас температура на улице минус 9 градусов. В свои законные права зима вступила совсем недавно, и лед только-только встал. Местами он настолько тонкий, что можно увидеть дно. На лед страшно наступить. Кажется, что можно провалиться в любой момент. Безопасным лед считается более 7 сантиметров чистого льда, который может выдержать человека. И тем не менее, не все рыбаки ждут, когда лед окрепнет. Многие пренебрегают элементарными правилами безопасности. Ну сколько лет рыбачите? Сейчас, конечно, с 87-го года. Ну с 87-го года, отец. Ну что ж, в ящик тяжело веревку положить, какой-нибудь с грузикой? Да, старайся с него толстый-толстый. Ну, где толстый, ну а вдруг трава? Да вдруг товарищу надо будет помочь, спасти. Ну так, я начинаю с веревочки. Потому что, ну, берите с собой хотя бы элементарные средства спасения. Положить в рыболовный ящик веревку труда не составит. Такая простая мелочь может спасти жизнь человеку. В опасной ситуации поможет и ремень, и даже обычный бур. Главное, не подходить близко к тонущему товарищу. В такой ситуации МЧС рекомендует упасть на живот и ползти к человеку. ГИМС МЧС России по Рязанской области рекомендует любителям подлёдного улова рыбы брать с собой элементарные средства спасения. К таким относится эта веревка с грузом не менее 5 метров, чтобы в случае провала подлёд можно было кинуть человеку. Василий Суханов из этой истории урок для себя извлёк. Говорит, что впредь несколько раз подумает, прежде чем выходить на лёд. Я очень хочу сказать всем рыбакам такое наставление. Пусть у вас всегда, рыбаки, будет вся та техника под рукой, вот все те ремни, всё то, что не в ящике, как у меня вот в этой ситуации, да, случилось так, чтобы вы долго не думали, вы просто могли из кармана достать это всё. Будьте все внимательны и осторожны, потому что вся наша жизнь, она зависит от нас. Но неужели должно произойти какое-нибудь несчастье, чтобы люди стали задумываться о своей безопасности? Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Погода пожалеет рязанцев, и из пятничного минуса начнёт постепенно переходить в плюсовой диапазон. Температура повысится на 5-6 градусов выше средних многолетних значений и вернёт жителей областного центра в погодные условия начала ноября. Однако всё это не исключает сырость, мокрый снег и гололедицу. Предстоящие выходные наш регион будет находиться в передней части Атлантического циклона. Местами будут отмечаться небольшие осадки, а температура воздуха заметно превысит климатическую норму на 5-7 градусов. 9 декабря ночью по области ожидается минус 4, минус 9 градусов, в Рязани минус 6, минус 8. Днём минус 4, плюс 1 по области, в Рязани 0, минус 2. 10 декабря ночью уже минус 4, плюс 1 градуса, в Рязани минус 1, минус 3. Ну а днём смешанная температура минус 3, плюс 2 градуса по области и около нуля в Рязани. Библиотека – это не только собрание литературы по самым разнообразным отраслям знаний, но ещё и редкие, необычные издания. В библиотеке имени Горького существует целый фонд редких книг. О том, с какими экземплярами можно там познакомиться, знает Ирина Ковалёва. На сегодняшний день в библиотеке имени Горького хранится более 13 тысяч редких и ценных экземпляров книг. Специальный центр для их хранения был создан в 1992 году, однако формирование фонда редких изданий началось гораздо раньше. Ядро коллекции сложилось в 1923-м при слиянии трёх библиотек – Центральной губернской, Центральной советской и Библиотеки благородного собрания. Каждая из книг, находящаяся в этом центре, имеет свою, иногда многовековую историю. Одним из старейших экземпляров Центра редких и ценных изданий является вот эта книга, изданная в 1670 году в Париже. Второй том сочинения Цицерона, название которого можно перевести как «О природе Бога», выполнен на тряпичной бумаге и имеет филиграни, по которым можно понять, на какой именно мануфактуре была произведена эта бумага. А это более молодые, но не менее ценные экземпляры. Особый интерес представляют книги с экслибрисами, по которым можно определить, в чьём собрании находился тот или иной экземпляр, а также издания с автографами, оставленными известными личностями. Так, например, в собрании Центра сегодня хранится том избранных сочинений Александра Пушкина с автографом его правнука Григория, который в 1979 году побывал в Рязани. Также здесь можно найти одни из первых книг с автографами людей, которые заложили основы Рязанского библиотечного фонда. Сейчас у меня в руках книга «История русской словесности», которая была написана Степаном Шевырёвым, известным литературоведом, литературным критиком, активно дружившим с Николаем Васильевичем Гоголем. Так вот, одной из первых книг, поступившей в нашу библиотеку, была именно эта книга. Об этом можно судить по записи, которая находится на титульном листе в Рязанскую публичную библиотеку от автора. Большую часть фонда составляют книги, которые выходили при жизни писателей. Есть в Центре при жизни на издании Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого, но, пожалуй, самым редким и уникальным является экземпляр «Мёртвых душ» 1842 года. В фонде находятся книги, ценные не только с точки зрения хронологического принципа, но и в силу особого полиграфического исполнения. К ним относится «Атлас Азиатской России» 1914 года, который в то время представлял уникальные издания не только по наполнению, но и по формату. В противовес фолиантам представлены здесь и книги-малютки, или, как их ещё называют, книги на ладони. Размер самой маленькой из них – 2 на полтора сантиметра, а самый ранний экземпляр относится к XIX веку. Самая старенькая миниатюрная книжечка, которая располагает наш фонд – это книга, вышедшая в 1860 году «Грибоедов. Полное собрание сочинений». Ну, это одно из первых, так скажем, миниатюрных изданий, выпускаемых на территории царской России. На сегодняшний день фонд продолжает пополняться новыми экземплярами. Так, за последние годы в него вошла уникальная библиотека Юрия Суровцева, известного литературой веды и критика, а также книги из областной медицинской библиотеки, на которых имеются уникальные дарственные надписи. С экземплярами Центра редких и ценных изданий сегодня может познакомиться любой читатель библиотеки имени Горького, но, конечно, чаще всего здесь работают учёные, архивисты и студенты, занимающиеся написанием научных работ. Главной задачей сотрудники этого центра видят сохранение и пополнение фонда, а также изучение каждого экземпляра. Ведь любая книга может рассказать не только свою историю, но и историю того времени, в которой она была создана. Ирина Ковалёва, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 8 декабря – Международный день художника. Это праздник не только знатоков живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность любить мир. Поэтому сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. Сегодня празднуется Международный день художника. Вот хотели бы вам задать несколько вопросов. Твою? Поэтому вот такие вот немножко необычные вопросы. Есть такая известная картина «Черный квадрат». Нарисовал её Малевич. А вот вы знаете, например, как зовут этого Малевича? Честно, даже нет. 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 Не знаю. Амадей, по-моему. Варианты на выбор Андрей, Казимир, Иван. Иван? Николай, наверное. Казимир. Правильно. Есть такая известная картина, которая людям известна, как «Мишки в лесу». Может быть, видели на конфетах. А как она называется на самом деле? Что-то про тайгу, наверное, я не знаю. Утро в сосновом бару. Да. Бару, бару. Утро в сосновом бару. Да. Есть картина «Белый квадрат» и есть картина «Красный квадрат». Как вы думаете, кто их нарисовал? Не знаю. Не знаю. Сложные вопросы какие-то. Тот же Малевич. Первый раз слышу об этих двух квадратах. Один из художников мирового уровня разработал логотип для компании «Чупа-Чупс». Как вы думаете, кто это мог быть? Малевич. Честно, вот не знаю. И кто интересный? Сальвадор Дали. Самый известный. Не знаю такого. Вопросы оказались сложные, но интересные. Надеюсь, зрители нашего телеканала подчеркнут для себя что-то интересное. А от себя хотелось бы поздравить всех художников с наступающим праздником. В Рязани завершился конкурс социальной рекламы среди студентов. Его организовали прокуратура совместно с РГУ имени Есенина. Ролики и плакаты участники посвятили двум темам – экология и борьба с коррупцией. «Начни с себя» – такой девиз выбран для номинации, посвященной экологическим проблемам. Студенты оказались очень активны в этом направлении и представили на суд компетентного жюри немало роликов и плакатов, призывающих подойти к решению экологических проблем ответственно, начав с себя. Другой темой конкурса стала борьба с коррупцией не случайно. 9 декабря отмечают особый праздник – Международный день борьбы с коррупцией. Тема коррупции и борьбы с ней актуальна во все времена во всех странах России, к сожалению, не исключение. В связи с этим для пропаганды знаний о коррупции и методах борьбы с ней Организация Объединенных Наций даже учредила особый день – Международный день борьбы с коррупцией, который, как известно, у нас включается 9 декабря. Поэтому не случайно подведение итогов конкурса мы запланировали накануне этого дня, то есть сегодня. В каждой теме конкурса было по две номинации – социальный плакат и социальный видеоролик. Всего на суд жюри было представлено 15 работ. Оценивали их по таким параметрам, как креативность, воспитательный момент, лаконичность, профессионализм, раскрытие темы. Такой вот аспект просветительский, он тоже здесь присутствует. Поэтому еще раз большое спасибо за такое интересное для нас новое мероприятие. Важным оказалось то, что работы практически всех участников несли в себе просвещение. Некоторые ребята представляли не по одному плакату и ролику. Хотелось бы отметить эту девушку, участицу, потому что ей представлено самое большое количество плакатов в этой номинации. Семь? И один из них у нас победил. Спасибо вам большое. Спасибо. Коррупция – одна из самых серьезных проблем экономики. И прокурорские органы несут тяжкое бремя борьбы с этим злом. Конечно же, это должно быть в сознании каждого человека, что это плохо, что это неправильно, что так быть не должно. Важная тема, вы сегодня избрали все конкурсанты в этой номинации, почему это правоохранительный блок. Конечно, и для правоохранительных органов это свойственно и имеет место быть. Но, на мой взгляд, самый большой вред от коррупции все-таки подчиняют чиновники. Социальная реклама, ролики и плакаты, сделанные руками студентов, несут в себе важное. Эти ребята точно понимают, где зло, а где добро. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока, хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok